добрый день добрый день большое спасибо за то что вы с нами большое спасибо я работаю на украине и конечно же те с кем я буду говорить это очень интересно и мы будем обсуждать что происходит когда вы русские журналисты в россии и и мне хотелось бы быть имя это очень известные сильные журналисты давайте поаплодируем их это прекрасный оратор и дмитрий муратов лауреат нобелевской премии марьяна кацарова спецдокладчик по ситуации о правах человека в россии натали ну гаереда также корреспондент в москве пожалуйста вы можете выбрать где вы сядете и кирилл мартынов большое спасибо давайте поаплодируем вы правы большое спасибо за то что вы с нами большое спасибо вам я хотела бы задать первый вопрос я знаю что вы хотели бы говорить о трех коллегах у вас есть три выступления но мне хотелось бы чтобы вы рассказали о себе как у вас дела я знаю что выбрали оставаться в москве как ваши дела как вам удается работать на месте спасибо большое ребята сделали прекрасное кино спасибо что вы им аплодировали я обязан а есть наушники всегда слышно я обязан сказать что я признан иностранным агентом не потому что у меня были какие-то деньги их никаких денег нет официально заявлено и не потому что я попал под чьё-то влияние не под чьё влияние я не попал а потому что я говорил и давал интервью другим иностранным агентом таким образом вы кто сейчас сидит в зале общаясь со мной иностранным агентом будете объявлены иностранными агентами у вас есть минута чтобы выйти из этого зала спасибо теперь несколько слов новая газета европа признана к сожалению нежелательной организации они работают без цензуры в европе кирилл здесь вы его видели когда вы видели как он идет с рюкзаком по коридору это последний раз когда он был москве это трагичная история целого поколения блестящих профессионалов часть новой газеты осталось москве мы лишены регистрации мы больше не являемся газеты и не являемся медиа вы можете нас читать если у вас есть vpn я хочу сказать несколько слов о коллегах это возможно у меня здесь есть книга ну в общем можно назвать его красная книга это конституция двадцать девятая статья конституции российской федерации гарантируется свобода средств массовой информации цензура запрещается каждому гарантируется свобода мысли и слова никто не может быть принужден к отказу от своих убеждений это действующая конституция российской федерации понимаете мы должны зафиксировать уникальный государственный строй когда власть сохранилась а конституция отменена мы медиа представляли десятки миллионов людей от них отказался путин у них нет депутатов их социальные сети заблокированы но они продолжают любить свою страну и не ненавидят любую войну но теперь запрещено это теперь запрещено на днях неделю назад главного редактора нового главного редактора после того как меня объявили иностранным агентом сергея соколова он был задержан ему предъявлено обвинение за дискредитацию российской власти что уже написано в этом обвинение о дискредитации российской власти один из героев материала ничейные мальчики это мальчики из детдома которых вербуют участвовать специальные военные операции один из этих мальчиков говорит я не хочу убивать и проливать кровь и вот эта фраза сказанная нашим корреспондентом эта фраза является дискредитирующей власть в россии мне кажется все что нужно сказать про это я сказал но я хочу сказать еще одна вещь новому поколению россиян отказали в депутатах в свободе выбора и в медиа нам почти нечем дышать многих преследует и держит в тюрьмах а мы стараемся выходить российская журналистика в изгнании выполняет свою миссию перед читателями и аудиторией огромной ценой я не буду говорить об этой цене потому что говорить о любой цене рядом с растерзанными жертвами на украине невозможно наши читатели жертвуют нам мы теперь самые свободные в мире мы живем только на деньги читателей и они рискуют не меньше чем журналисты это взаимный риск взаимная ответственность и взаимная любовь это наша миссия принято говорить что это такая гребанная работа я вам хочу сказать нет это любимая работа я благодарен я знаю тех кто создавал этот фильм я знаю тех кто обозначен как анонимы это талантливейшие блестящие люди я благодарен Аскольду Курову что он сумел сделать когда эти люди с риском для жизни снимали другие фильмы он сумел с огромным риском для себя сделать то что вы сегодня что вы сегодня увидели я напоследок добавлю российская журналистика в изгнании в стране продолжает в одиночку соблюдать конституцию Российской Федерации закончу так завтра будет хуже чем послезавтра я не буду говорить про личные причины я не хочу говорить про себя я скажу только одно у Клауса Мана в книге Мефисто есть замечательная фраза такой же вопрос и человек которому он задают почему вы не уехали он говорит ну весь народ уехать не может а вчера у меня спрашивали ваши коллеги они говорят значит почему русские уезжают они же должны с палками свергнуть власть в Кремле а через минуту ко мне подошел другой журналист и говорит почему вы остаетесь в Москве вы же таким образом легитимизируете власть я познакомил этих людей и сказал выясните между собой у всех свое мнение не надо этого делать это личный выбор каждого Кирилл вы решили покинуть Россию когда вы журналист и чтобы описывать что происходит в России как можно это сделать если вы там не живете добрый день благодарю вас всех я буду говорить по-русски это редкая возможность говорить на родном языке в рамках такого мероприятия в Европе не знаю как Дмитрий Андреевич и коллеги которые остались в Москве держатся и я имею ввиду чисто профессиональный момент я не понял в какой момент нужно было остановиться говорить вот вы видели в начале этого фильма мы все называли войну войной мы же не сумасшедшие но нам буквально через три дня сказали что это не война вовсе а те кто будет так говорить будут сидеть в тюрьмах и если вы хотели быть профессионалами если вы хотели сохранять редакции если вы хотели помогать своим сотрудникам вы должны были вот как-то принять такое решение что все вы должны поставить точку там где на самом деле есть продолжение фразы и есть восклицательный знак я сразу себе наговорил на все возможные сроки в России и у меня была мне кажется довольно простая простой выбор ну как бы тюрьма или отъезд не знаю чем бы все кончилось если было бы иначе ну да у нас нам не представился возможность проверить вот Дмитрий Андреевич говорит что я бы сидел но я и так сейчас сижу правда в смысле не в тюрьме к счастью да это приятнее вот и кроме того я себе когда я уехал я довольно рано уехал на восьмом дне войны когда я себе представлял что сейчас к нам в газету придут и нас закроют я себе представлял эту последовательность событий 30 лет работы газеты 6 убитых коллег Нобелевская премия несколько месяцев работы обложка Россия бомбит Украину русский и украинский язык и через несколько недель конец всему и такая жирная черта мне показалось что это в принципе невозможно то есть нет такой цены там иммиграция какие-то личные трудности которые в данном случае не стоило бы платить для того чтобы мы могли работать и у нас очень много было молодежи в редакции вы видели часть из них в фильме эти люди продолжают работать они стали гораздо более опытными за эти два года это наши бывшие вот вчерашние студенты и в общем выбор был такой как можно писать про Россию не находясь в России я не уверен если честно что я могу все рассказать но вы можете себе представить что в огромной стране есть много хороших профессионалов которые хотят делать свою работу даже если это очень опасно и это люди на которых можно положиться внутри страны это журналисты которые противостоят событиям Марьяна как меняется ситуация в том что касается прав человека с начала войны как меняются репрессии нарушаются права человека в России я могу выступать по-английски или по-русски по-английски наверное мы видели какова ситуация мы только что посмотрели фильм это настоящая реальность как власть затыкает независимые СМИ правозащитников и было очень больно для меня видеть Олю Карлова которая была рядом с мемориалом одна из основных лидеров мемориала приговорена к двум с половиной годам тюрьмы и ситуация меняется ухудшалась за последние 20 лет я горда тем что я сижу рядом с Кириллом с Дмитрием с журналистами новой газеты здесь на этой сцене Анна Политковская моя дорогая подруга была убита 17 лет назад это произошло тогда когда все правительства хотели вести бизнес с российским правительством а не разрабатывать другую стратегию не спрашивать с них не просить их прекращать убивать правозащитников как вы видите в этом фильме в новой газете говорят об убитых журналистах это Политковская также правозащитница которая была убита в Чечне за то что они говорили правду писали правду о предыдущих войнах в Чечне таким образом ситуация постоянно ухудшалась и да за последние два года с начала российской войны российского завоевания ситуация и вы видите что ежедневно меняются ситуации репрессии усиливаются из дня в день из недели в неделю дума принимает новые законы ограничительные меры об иноагентах а также целый пакет о фейках о войне о СВО о российской армии о дискредитации российской армии это становится независимым для независимых СМИ существовать внутри России а также для правозащитников то есть мемориал закрыли то есть мемориал закрылся в результате решения но для них было невозможно продолжать работу кроме мемориала также самая старая организация хельсинская группа центр Сахарова также были закрыты или другие организации мы наблюдали за последние две недели еще одну новую страницу которая повернулась это репрессии в отношении гражданского общества в России с тех пор как Навальный погиб в колонии а также мы наблюдали арест Оли Курловой также смерть Навального это еще один страшный знак что власть и то что последовало за этим что власть не отдали телом матери не отдавали в течение 9 дней более 500 человек были задержаны в России применялось насилие в 39 городах за то что они просто приносили цветы к памятникам эти памятники не Навальному это памятники жертвам сталинских репрессий во время похорон полиция оцепила Борисовское кладбище а также начали задерживать тех кто были на кладбище россияне готовились пойти на похороны они брали с собой зубную пасту нижнее белье зубную щетку оставляли своих детей с друзьями с членами семьи поскольку они не ожидали что они вернутся после этих похорон это был настоящий акт храбрости это продемонстрировало что этот пакет который применяется властями после смерти Навального я говорю смерть Навального но это была медленная смерть его держали в тюрьме он провел 300 дней в ШИЗО я неоднократно говорила что его условия задержания приравниваются к пыткам они просто его пытали то есть это было ожидаемо то что произошло но то что они не позволили я присоединяюсь к докладчикам он мы призвали провести независимое расследование смерти Навального независимое вскрытие чтобы семья узнала что произошло с ним почему он погиб власти боялись Навального даже мертвого Навального и были предприняты действия они скрывали его тело арестовывали людей это такая атмосфера которая царит в России такова ситуация в России что важно и о чем важно помнить я слышала голоса на похоронах Навального в России 150 миллионов человек почему только 20 тысяч пришли на похороны Навального другие задавали я вас прерву когда мы видим этих людей я вижу что люди пришли тысячи людей возможно это надежда вы знаете Россию вас это удивило дает ли вам эту надежду или вам показалось что немного человек пришло несмотря на то что казалось что это толпа людей я хотела сказать что это экстремальная демонстрация храбрости и в России мы говорим не о количестве мы не должны судить что происходит в России исходя из количества людей которые пришли на похороны или исходя из тех кто выступает с пикетами против войны это тоталитарное общество общество которое движется к тоталитаризму и я выросла в тоталитарном государстве в Болгарии я росла в коммунизме я знаю что такое страх я знаю что такое репрессии однако эти репрессии дошли до нового уровня проявляется насилие законам полиции они помогают запугать людей властям арестовывают убивают пытают людей много политических заключенных мы должны поаплодировать этим храбрым русским включая этих храбрых русских и мы все должны потребовать защиты их защиты в своих странах чтобы они смогли работать чтобы они выпустили политических заключенных мы должны потребовать это от власти можно бы поддерживать я хочу я кстати был на прощании с Алексеем Навальным два километра от церкви до кладбища мы шли три часа двадцать минут столько было людей но сейчас надо помнить о тех кто остался в тюрьмах в СИЗО и в ШИЗО я буду показывать вам несколько фотографий я займу у вас две минуты я хочу сказать что правительство и неправительственные организации такие репутационные как ЮНИСЕФ ООН должны приложить все усилия чтобы не только военных менять друг на друга но и политических заключенных не надо открывать секреты но нужно заявить о такой готовности Саша Саша Скочеленко художник ей не оказывали во время суда даже помощь она в магазине прикрепила несколько призывов к миру в магазинах на прилавках магазинов 7 лет 7 лет тюрьмы Алексей Горинов он отказался проводить конкурс детского рисунка сказав что во время того что происходит на Украине он не может проводить конкурс детского рисунка за произнесенное слово которое первое слово в романе Толстого где второе слово мир 7 лет у него нет трети легкого он умирает барышников за то же самое из Калининграда у него рак у него трубка в животе 7 с половиной О это Лилия Чанышева она была помощницей Навального была в его штабе за это 7 с половиной замечательный человек он кочегар с российского севера он из Вологды когда закрыли радиостанцию Эхо Москвы он создал приемник и транслировал их передач 3 года 3 года за то что 12 человек слушали его радиопередач Олег Орлов я был его защитником два процесса мы сумели избежать его тюрьмы он руководитель мемориала и неделю назад он получил два с половиной года за то что он сказал что к власти рвутся реваншистские силы это многие из вас знают замечательный драматург и прекрасный режиссер вот это вот Света Петричук а вот это вот Женя Беркович они написали прекрасную пьесу которая шла во многих театрах и получила главную театральную премию страны они рассказывали про женщин которые подверглись абьюзу и именно поэтому их легко смогли заворьбовать сирийские террористы в мае будет год как они сидят в тюрьме я повторю давайте требовать от своих государств от своих правительств чтобы они не говорили что у них нет мандата что у них нет полномочий чтобы они с помощью неправительственных организаций тайными переговорами всеми инструментами дипломатии начали обмен политических политических заключенных это не торговля это право человека на жизнь спасибо аплодисменты наталья готовясь к этой дискуссии у нас очень интересная дискуссия вы хорошо знаете Россию в течение многих лет вы знаете что началась масштабная война я видела что мои соотечественники просто были поражены когда началась война они упали со стула а вы не упали со стула вы знали что она наступит почему но милитаризация возможно российского общества вы написали несколько лет назад вы наблюдали эту милитаризацию а мы это отрицали мы не видели этого могли бы вы нам рассказать почему вы не были этому удивлены да для меня большая честь быть рядом с Дмитрием Муратовым в качестве европейского журналиста я говорю это а я также работала в России в 90-х во время первого мандата Владимира Путина до 2005 года я описывала войну в Чечне для Лимонда это изменило мою жизнь кардинальным образом я сделала это благодаря помощи члена команды Дмитрия Муратова благодаря Наталье Стемировой и Аня Политковской это героический главный редактор который воплощает эту часть России которая сопротивляется то что Марьяна называла сопротивляется растущему тоталитаризму ползущему тоталитаризму но первое нарушение прав человека уничтожение гражданского общества как сказала Марьяна это предшествовало в войне предшествовало большой войне это изменило наш континент конечно же мы наблюдаем ухудшение ситуации ситуация ухудшилась после 24 февраля 2022 года но путинская система на протяжении многих лет использовала стратегию они сокращали пространство восьми гражданского общества а затем их стирали с лица земли и эта работа которая длилась на протяжении многих лет и многие из нас которые жили не в России на западе мы не хотели открывать глаза и видеть это мы говорили да это не совсем красиво но все как-то утрясется мы найдем общий язык но этот процесс этот процесс уничтожения это вехи войны так и началась война поскольку война становится допустимой для российского общества в смысле того что российское общество в ситуации пассивности смирения репрессии не может ничего сделать не может сделать многого уничтожение свобод предвосхищает войну это не результат войны это преддверие войны предпосылка второе также есть гражданское общество которое выживает то что я делаю на протяжении года я нахожусь в восточной Европе в Риге и я помогаю российское НПО это школа гражданского общества Дмитрий знает об этой организации мы помогаем артистам юристам молодым журналистам преподавателям продолжать работать консолидироваться ради продолжения работы находясь вне России и конечно же очень сложно получить воздействие внутри России это гражданское общество существует внутри и вне России нет нет тут не только смирение против этого тоталитаризма конечно же много зомби в России да это слово использовалось для того чтобы описать россиян зомби да их много это надо признать поскольку их возникновение было стремительным в 2000 году после начала первой войны это одна из вех власти Путина это изменило общество как гангрена это вторая война в Чечне которая была хуже первой на мой взгляд гораздо более систематичной и уничтожение независимого телевидения это стало краеугольным камнем уничтожение НТВ и в 2000 году это переворот конечно же после этого были независимые СМИ но их аудитория было гораздо меньше нежели чем телевизионного канала гражданское общество существует есть сеть внутри России это сложно описать вы не увидите репортажа документального фильма касательно того что происходит в России Кирилл об этом сказал есть журналисты которые ведут мужественную работу помогают украинцам которые оказались в России или которые были депортированы транспортированы внутрь России которые хотят покинуть Россию вернуться в свою страну для этого необходимы тайные связи внутри России мы им покупаем билеты на поезд жилье помогают им передвигаться то же самое для россиян которые пытаются избежать армии есть внутренняя сеть которая помогает молодым мужчинам избежать этой судьбы а так же сеть которая помогает россиянам покинуть Россию это легче нежели чем во время СССР но для этого необходима солидарность и зачастую это не видно и я думаю что однажды в свободной мирной россии которая будет жить в мире со своими соседями мы узнаем об истории что произошло в россии в течение этих лет но пока читайте новую газету европа у них есть сайт на английском языке также если вы читаете по русски вы можете читать газету которая готовится дмитрием также теск руси вы также это можете найти онлайн это было создано в мае 2021 году за 8 месяцев до начала войны не надо вешать ярлыки я уже пыталась сказать если вы думаете что все русские это зомби и что надо просто закрыть эту страну соорудить железный занавес я им говорю помните следующее было две войны то есть война в отношении украинцев это насильственная агрессивная война когда мы говорим также о преследуемых россиянах спасибо дмитрий за то что вы показали их портреты это очень трогательно когда мы думаем о них надо думать об украинцах которые находятся под бомбами которые потеряли свою родину свое жилье война в отношении гражданского общества и свободы в россии используется арсенал репрессивного законодательства произвол а так же война которую мы видим на экране телевизора война внутри россии она не настолько видимо и отличается от той которую мы видим на экранах телевизора можем сказать несколько слов о пропаганде когда вы находитесь в россии вы жертва пропаганды и зачастую мы не понимаем что это означает на своем уровне я помню что произошло в пророссийской местности в молдавии я провела несколько дней с людьми которые просто потребляют пророссийскую пропаганду через 4 дня слушая эту постоянную музыку мне показалось что я потеряла свое критическое видение а я журналистка я должна четко видеть ситуацию анализировать ее и тогда я поняла власть пропаганды российской пропаганды мне хотелось бы рассмотреть это поскольку это говорит нечто об обществе пожалуйста вы можете ответить на этот вопрос Кирилл вы говорили что вы хотели поделиться этим опытом вам больше 42 лет то есть вы жили в этом вы знаете как эта музыка вас может усыпить но вы от этого освободились от их оков могли бы вы рассказать о своем опыте как это происходит и как от этого можно освободиться это дает надежду большое спасибо вопрос я хочу сказать что я не уверен что в нашей стране или где бы то ни было еще есть люди которых можно называть зомби а если такие есть то их какое-то среднее количество везде мы конечно используем такой термин как ящик для зомбирования в отношении российского телевидения но думаю что он находит своих поклонников этот ящик и в самых разных других частях планеты я за последний год был в Южной Америке и в Ливане и везде мне рассказывали как замечательно что есть такой человек как Владимир Путин и эти люди не имеют никакого отношения к России они так увидели мир я думаю что то с чем мы сталкиваемся это не сила пропаганды у пропаганды нету никакого магического оружия против нас и ваш пример когда вы оказались на территории где люди потребляют российскую пропаганду и вы тоже это делали и на вас это оказало влияние мне кажется эта история в первую очередь про одиночество и изолированность вы были одни один на один с этой пропагандой и вам некому было сказать что в общем что вы творите зачем вы это слушаете это все неправда вам не с кем было это обсудить у вас не было собеседника и мне представляется что главная причина почему российская пропаганда на сегодняшний день побеждает в России и почему эта пропаганда находит своих сторонников и в самых разных других частях мира в том числе в Европе потому что люди не верят друг другу потому что общество слабеет причина нашей причина слабости нашего общества заключалась в том что мы пережили советскую эпоху люди не здороваются со своими соседями когда они живут в многоквартирных домах это всегда такая знаете странная вещь поздороваться с человеком в лифте которого ты может быть даже уже несколько раз видел в России все еще непривычно люди считают что никому нельзя доверять люди стараются объяснить причины почему наша жизнь не так богата и не так хороша как в других странах тем что ну есть наверное какие-то враги которые лишили нас этой хорошей жизни и так эта пропаганда попадает к очень многим людям Дмитрий любит приводить в пример пожилых людей в России которые часто оставлены своими родственниками и у которых остался один родственник это Владимир Путин он с ними постоянно говорит по телевизору и у них в общем самые теплые семейные отношения которые можно себе представить мы знаем любой тоталитаризм возникает из того что из того что люди не верят друг другу и не имеют практики совместного действия и мы знаем что мы знаем что и мне кажется в этом смысле нам это одна из немногих вещей почему нам не стыдно за нашу страну потому что никто никогда не просил Путина начинать ни одну из этих войн и самую страшную войну против Украины его тоже никто не просил начинать вы не найдете ни одного примера когда люди пришли на Красную площадь с плакатами давай начнем войну но вы можете найти десятки примеров когда люди требовали обратного и люди требовали этого еще 8-9 лет назад когда была первая фаза войны когда была аннексия Крыма и если говорить про мой личный опыт я думаю что здесь много разных причин я думаю что у каждого из нас есть у каждого из нас в том числе и из вас есть перспектива оказаться в такой ситуации когда вы захотите верить пропаганде конспирологии вы поверите в репетилоидов в Трампа в значит в Путина в еще множество других вещей в которые почему бы не поверить если вы если вы одинокий вам больше некому доверять вы будете считать как считают наши пропаганды что абсолютно все коррумпированы и поэтому вот этот коррумпированный политик это уж не такая большая проблема но это может продолжаться только до тех пор пока вы не встретите людей с которыми которые могут вас потрясти если что да за плечи сказать давай послушай поговорим по-человечески давай обменяемся аргументами если вы не найдете тех людей которым можно доверять в этом смысле конечно европейские сообщества мы знаем это гораздо более сильное сообщество чем то что осталось после советского союза в россии и я коротко закончу с этот свой ну как бы я долго шел к личному опыту но я думаю что в моем личном опыте тех людей которых вы видели в фильме тот факт что мне случайно повезло их найти 10 лет назад это мой антидот против тирании я доверяю этим людям я работаю с ними и поэтому мне не нужно верить пропаганде короткий ответ ответ личный выглядит так знаете когда мы кого-то начинаем называть зомби мы сегодня назвали русских потом когда проголосуют за не того президента в США вы наверное знаете что в россии главная избирательная кампания это избирательная кампания президент Соединенных Штатов Америки скажут что американцы зомби потом скажут что зомби живут в ряде европейских стран потом еще где-то я вам хочу сказать огромная вина за то что люди доверчивы они верят пропаганде лежит на элите не только российской а тех людей которые считают себя элитой в вашей стране в европейских странах в Америке разве этим элитам не выгодно иметь отношения с диктаторами диктатору говорят продай нам нефть за нормальные цены а что у тебя там с правами человека плевать ну разве не так а потом мы говорим что народы зомби какого хрена когда все говорят о мы реал политик когда из политики уходят ценности уходят права человека на образование права человека на жизнь когда забыли что была подписана декларация прав человека начинается реал политик мы меняем свободу жизнь на углеводороды это одна из причин того что элита бросает народ в угоду своего сотрудничества с любым деспотизмом и теперь у меня важное дополнение мне очень нравится наш модератор вчера я слышал блестящий текст того что она привезла из херсона из командировки она отличный журналист и она сказала что она чуть-чуть не поверила пропаганде я предлагаю спасти Марианну новая газета сделала специальную шапочку из фольги шапочка из фольги защищает от излучения как говорят конспирологи на фокс ньюз и на канале рент-тв она спасает от пропаганды и я привез шапочку новой газеты видите шапочка из фольги защищает от телевизора я дарю вам чтобы вы могли ездить в командировки безопасно от новой газеты все меня спасли большое спасибо вы хотите выступить или вы хотите мою шапку она нам всем нужна да мы мы все защищены таким образом сложно говорить после Дмитрия я хотела бы сказать очень модно сегодня ненавидеть россиян даже у меня в стороне я шла по улице также с лауреатом Нобелевской премии со Светланой Алексеевой из Белоруссии мы говорили по-русски и прохожей прохожей соотечественник плюнул на нас я не могла поверить и я пока до сих пор не понимаю как это возможно и Светлана также живет в изгнании она одна из лидеров революции в Белоруссии этот уровень русофобии ужасный уровень нет различия и журналисты обобщают они не различают правительство России также военных преступников которые совершают военные преступления или приказывают их совершать в отношении своих людей это то что происходит большое спасибо Натали за то что вы меня процитировали это то что я сказала в честь годовщины начала войны репрессия внутри и агрессия вне страны война в отношении своего народа это то что происходит в России важно сказать пропаганда начинается это используется пропагандистами они говорят посмотрите многие страны коллективного запада закрыли свои границы российским гражданам люди которые покинули Россию они не могут передвигаться не могут передвигаться на самолете русофобия на западе но мы вас любим мы о вас заботимся мы правительство вы должны нас поддерживать если вы живете в 100 километрах от Москвы или Санкт-Петербурга они живут в настоящей нищете это небольшие города политик недавно в одной из балтийских стран сказал что они все должны протестовать я сказала как все ожидают от россиян что они начнут революцию свергнут режим это безумие мы не ждем это ни от кого другого мы не ждали это от немцев во время многих лет коммунизма от нас так же этого не ждали но они ждут этого от русских они ждут этого от русских они не должны идти на работу это должно быть гражданское неповиновение я сказала им нищета в россии как люди выживут если они не будут работать них арестуют в любом случае посадят в тюрьму они станут политическими заключенными получат 7 10 15 лет за неповиновение возвращаясь к пропаганде когда вы из бедных регионов мобилизация которой говорила Наталья осуществлялась ужасным образом это забирали коренных народ коренные народ из маленьких городов то есть они ночью приезжали забирали мужчин отправляли их в Украину без каких-либо вопросов в регионах этнические меньшинства особенно в начале войны в Украине вы видели что не было голубоглазых на войне лишь этнические меньшинства и чеченцы которые боролись на передовой таково мое впечатление в начале войны поскольку власти не хотели мобилизовать людей в больших городах в Москве Санкт-Петербурге и пропаганда говорит и мы ваши защитники мы защищаем Россию на Россию нападают русофобы враждебные извне они приводят селективные примеры например если кто-то не слушает Чайковского он был также жертвой репрессий со стороны царя несколько веков назад или же запрещают в Женеве запрещают Достоевского чтобы его не изучали в университетах они приводят эти примеры своему народу если вы живете в маленьком городе вы думаете ой боже мой у меня все что у меня есть только мое правительство только первый канал это правда люди как Муратов это иноагенты предатели только правительство меня защищает что мы можем сделать чтобы действовать против пропаганды мы должны разграничивать правительство России другие правительства и народ а в особенности храбрых правозащитников журналистов смелых людей более одного миллиона бежали из страны от мобилизации чтобы не убивать людей мы должны это все различать во-вторых мы должны действовать ютюб скоро закроют в России гугл уйдет из России у них нет прибыли из-за санкций гугл покинет Россию это значит ютюб покинет Россию и нет альтернативного источника информации даже Дмитрий использует ютюб и новая газета мы можем написать напрямую например в гугл нашим представителям в правительстве написать парламенту написать гуглу сказать не покидайте Россию вы уйдете и тогда у россиян не будет альтернативного источника информации это уже мы можем сделать сегодня после этой дискуссии Натали вы хотите что-то сказать чтобы продолжить украинцы мне говорят нам нужно оружие также мы должны выиграть информационную войну мы должны бороться с пропагандой если вы можете нам дать совет всем нам какие рычаги мы можем использовать что мы можем сделать начиная с завтрашнего дня чтобы бороться на нашем уровне против этой пропаганды я ни за что не дам ни одного совета украинцам извините это исключено потому что мы старались работать но мы не смогли добиться нам не хватило нескольких лет свободы что мы можем сделать знаете уникальное поколение родилось сейчас на земле уникальное поколение было в россии сказала марьяна что уехала там под миллион человек я считаю что тысяч семьсот это люди с огромной эмпатией они профессиональные они гуманисты это люди которые уезжали из страны они забирали с собой домашних животных они несут ответственность за все живое они не хотят убивать и быть убитыми все что мы можем сделать не смотреть на этих людей как тех которые должны сейчас с палками идти и свергать вооруженные режимы до зубов что разве не слышите вы стон который до сих пор стоит из изолятора в окрестино в городе минске а надо помогать им помогать помогать и помогать потому что у них есть будущее а у деспотов нет и на этом я закончу только еще скажу я знаю как сложно было переводить и я хочу сказать мод замечательному переводчику огромное спасибо у меня потом не будет возможности мод спасибо огромное это мы можем сделать очень сложно выступать после Дмитрия я хотела бы сказать то что многие мои знакомые россияне борются с режимом внутри россии вне россии то что я слышу от них это не было сказано самое лучшее чтобы помочь это изменить ситуацию в россии чтобы эта ситуация не продолжалась в россии не продолжала усугубляться поскольку тенденция пагубная несмотря на сопротивление на гражданское общество но это не большинство россиян большинство россиян подавленные это к сожалению поражение и мои друзья говорят что самый лучший способ помочь чтобы были условия изменения необходимо политическое изменение самое лучшее это помочь украине это то что говорят россияне надо чтобы украина сопротивлялась чтобы ее не уничтожили чтобы свободная украина продолжала существовать именно это поможет россии не погрузиться в темную ночь и я слышу это от россиян представителей больших российских организаций они не говорят это громко но я думаю что они правы мы должны помочь украине ради того чтобы изменить россию большое спасибо пожалуйста не двигайтесь осталось 18 минут чтобы вы смогли ответить и задать вопросы будьте лаконичными не следуйте моему примеру чтобы вы смогли ответить на них спокойно и хорошо спасибо большое спасибо я буду лаконичным я благодарю фестиваль за фильм а также наших ораторов вопрос Дмитрию Муратову я вас благодарю от всего сердца за вашу борьбу за ваши слова за вашу реакцию касательно зомби вы сказали все правильно вопрос о будущем который связан с прошлым в прошлом была холодная война тоталитарная система на востоке на западе также была диктатура в португалии в испании затем вьетнам были завоевания панама и так далее сегодня мы видим тоталитарный режим на востоке и на западе молодежь выступала в 60-70-е годы в отношениях применялись репрессии сегодня в отношениях применяются репрессии на западе тоже идут две войны первая это Израиль который уничтожает десятки тысяч человек а вторая сторона это Турция которая также убивает тысячи курдов и сотни журналистов находятся в тюрьмах я не говорю о Басанже Дмитрий Муратов откуда вы берете эту силу святую силу для того чтобы защищать гражданское общество в России вашу профессию а также я знаю что многие пытаются вас поддержать вы говорите как что вы делаете как вы это делаете в этой системе я знаю что мой вопрос сложный но постарайтесь на него ответить вы знаете я всего лишь журналист я просто журналист организация объединенных наций сидит справа от меня нет перевода да есть перевод да а общими словами я вам отвечу так совсем недавно я перечитал выдающиеся документы которые создало человечество это Женевские соглашения выдающийся документ человечества почему на него сейчас не обращают внимания это мы можем сделать чтобы оно заново начало работать это декларация о правах человека где сказано все от беженцев до прав человека на жизнь и на свободу и на веру это Хельсинкси соглашение это замечательный пакт о запрете войны как решение любых политических споров эти документы надо возвращать человечеству в этом году 50 по-моему стран будут выбирать себе новых политиков да 50 стран миллиард человек выберет себе новую новую власть сколько 80 стран да спасибо это хороший фактчекинг ну хорошо выберут 50 а выбирать будут 80 так нормально так вот каждый политик сейчас как вход в политику обязан подписать декларацию прав человека он может быть левым или правым он может быть сторонником одной партии или другой он может быть за то чтобы коровы не пукали или за то чтобы нефть не добывалась за все может быть но ты идешь в политику подпиши да я за то что у каждого человека есть право на жизнь право на свободу право на свое выражение мнений у каждого человека есть право не терять свои права в какой бы стране он не оказался и спросить у политика ты пошел чтобы мы тебя выбрали ты подписал декларацию прав человека человечество второй мировой войной заплатило десятками миллионов жизней за то чтобы была написана эта декларация а я вам скажу так все кто строит новый мировой порядок забыв про декларацию о правах человека они строят справедливый порядок да ведь великий новый справедливый порядок но почему-то всегда начинают с диктатуры в своей стране не подписал декларацию о правах человека пошел вон из политики мы пытаемся еще выслушать пару вопросов пожалуйста покороче покороче поскольку ответы очень интересные иначе не останется времени не вы не вы чтобы вопросы были короткими сейчас дамы дамы пожалуйста дамы дамы много дам еще один вопрос по-русски Лилия Чанышева фото которое вы показали была не помощницей Навального а была успешным самостоятельным политиком в своем регионе и отважно бросила вызов преступной региональной мафии Башкортостана и одерживала победы и за это ее бросили в тюрьму под предлогом наказания за то что она возглавляла региональный штаб Навального а не помощницей а мой вопрос глубоко уважаемый господи Джерри Кацаровой от имени швейцарского сообщества России будущего организованы нами волонтерами демократически настроенными россиянами в Швейцарии мы искренне благодарим вас за вашу работу по освещению ситуации с правами человека в России большое вам спасибо мой вопрос к вам в октябре 2021 года сидящий рядом с вами Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию в шорт-листе который тоже был Алексей Навальный который к тому времени провел уже почти год в тюрьме Дмитрий тогда сказал я считаю что у этого человека еще все впереди скажите пожалуйста Марьяна как вам кажется если бы Алексей Навальный тогда получил бы Нобелевскую премию это могло бы увеличить его шансы не быть убитым Владимиром Путиным спасибо я конечно болгарка но я не гадалка я не ванга да я не могу вам ванговать чтобы было но я вижу правительство которое не останавливается перед Нобелевским лауреатом вообще то есть это не останавливает здесь кивает очень сильно адвокат один из самых сильных адвокатов России правозащитный который адвокат Владимира Карамурзы и с момента в котором не стало Навального я спрашиваю себя и я думаю все спрашиваем нормальные люди себя кто следующий и знаете Карамурза который получил 25 лет тюрьмы и мы увидели увидели его портрет он каждый из них может быть следующим они находятся в таком медицинском состоянии здравословном состоянии что я думаю что там не надо особенное усилие приложить да поэтому знаете я не думаю что Нобелевская премия защищает не в России к сожалению Олег Орлов тоже Нобелевский лауреат Мемориал тоже Нобелевский лауреат а вот они сидят то есть Олег только что получил два года шесть месяцев поэтому знаете опять-таки Запад дает эти Нобелевские премии то есть как-то не связано думаю что не защищает ничего не защищает знаете когда убили мою подругу Аню Политковскую и их коллегу я начала премию в ее честь потому что это было просто ужасно убить журналиста за правду и она была самая смелая которая писала особенно в второй чеченской войне да правду и я думала всех этих женщин которые получат премию на его имени это их будет как-то спасать это будет как-то их защищать первая получательница это была Наталья Истемирова и в 2007 году и Наташку не стало ее тоже убили перед собственным домом в Чечне мы даже знаем кто но не было ни расследования официально ни судебный процесс да потому что она расследовала в то время машина пыток которые правительство Чечни господин Кадиров президент затеяли против собственного тогда собственного народа чеченцев я на это расследовала она была смелой и журналист для новой газеты и правозащитник из мемориала поэтому я так рада что в этом фильме все вместе и мемориал и новая газета ай-эхо Москвы да поэтому знаете здесь очень тяжело сказать что может защитить кроме нашей нашей инициативы то наше гражданское отношение те которые сидим и правительство конечно просит у своих правительствах у своих парламентов в Европе защиту для этих смелых людей многие страны закрыли свои границы правозащитники не могут ехать визы им не дают нельзя открыть банковский счет кстати если ты русский гражданин но среди этих русских гражданинов в первую очередь и смелые правозащитники которые сейчас продолжают свою работу очень важно то что говорила Натали иметь ввиду это связь между организациями которые внутри России и те которые находятся сейчас в изгнании это очень важный связь одни без других не могут и когда мы помогаем одним хотим помочь те которые остались в России и которые не могут официально существовать нам нужно помогать в первую очередь те которые находятся правозащитники адвокаты журналисты которые находятся у нас в наших странах чтобы они открыли извините может быть извини меня Вадим Прохоров но я дам пример все таки с тобой адвокат Карам Урзе который имеет 25 лет тюрьмы который должен был сейчас живет во Франции и продолжает свою адвокатскую деятельность он 6 месяцев не может открыть себе банковский счет а от этого означает что он не имеет медицинскую страховку почему мы оставляем смелых адвокатов правозащитников в наших странах европейских без защиты без самую элементарную защиту потому что они русские гражданины поэтому вот такой ответ на ваш вопрос можем продолжить потом спасибо мариян я восхищаюсь твоей работой но я хотела бы внести небольшой нюанс бемоль на ютюб я смотрю сми русские комментаторов и недавно известная комментатор в изгнании говорила о преследовании россиян в Европе надо быть очень бдительными это неправда нет преследований вне России в Европе этого не существует да возможно какие-то бюрократические проволочки недостаточно помощи конечно мы должны сделать больше для гражданского общества России в изгнании но я просто хотела бы внести небольшой бемоль не для того чтобы раскритиковать тебя но я просто слушала комментарии очень известной женщины и она об этом сказала не надо деформировать реальность прошу прощения сказала ли я преследование россиян в Европе я этого не говорила я сказала мы ничего не сделали вы слушаете мой французский перевод моего французского я сказала россияне преследуются в Европе нет я этого не говорила меня не надо поправлять мы должны лучше защищать россиян жителей Беларуси которые находятся в Европе мы должны помогать им давать им визы содействовать их работе потому что завтра это россия о которой мы мечтаем у нас не будет больше коллег слушателей например это новая газета европы это касается всех всех тех кто находится у нас мы их не преследуем но мы их не защищаем и недостаточно помогаем в Европе и это очень важно я с короткой репликой тоже тоже войду мне тоже в русском переводе тоже было слово преследование использовано я пытался вспомнить а есть ли действительно случай преследования россиян в Европе и вы знаете судя по всему есть по крайней мере нам есть из-за чего тревожиться и тревожиться не из-за нас самих а есть скажем несколько случаев очень тревожных депортаций этнических чеченцев из Франции когда им говорят во-первых ты россиянин во-вторых ты чеченец и иди ты обратно к своему Кадырову и этих людей отправляют на пытки и на убийство извините у них российские паспорта так что давайте когда мы будем говорим что никого из россиян не преследуют в Европе давайте не будем забывать о реальности именно именно так очень хорошо что вы напомнили о чеченцах судьба этого народа очень сложная и зачастую им не уделяется должного внимания большое спасибо всем вам всем вам всем участникам мы могли бы продолжать в течение многих часов попытаемся поговорить в кулуарах продолжить дискуссию большое спасибо благодарю вас от всей души спасибо 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 Спасибо.